Бой ГОСУ это гораздо выше ростом, чем его оппонент Леоделес. И вот впервые выходит в этом матче Николай Радулович. Да, правильно. Вот ответ Римаса, Гирскиса, потому что сантиметр в баскетболе большой имеет значение. А у Радуловича 207 сантиметров. Козлауско снова, снова бросает. Не попадает Раевский. Увидел Байрамовича. Хорошая передача у Раевского. Отличная передача. 24.30. Азов Маш уступает. 5 минут 55 секунд до конца второй четверти. Нет, у Байрамовича Козлауско так просто не пройдет. Умбрашка мимо. Байрамович на подборе первый. Но теперь нужно успокоиться. И снова. Теперь уже Байрамович против Козлауско. На площадке в этом сезоне много времени, в последнем с прошлым годом, проводит Александр Гаевский. В этом году тренер больше ему доверяет. Я беседовал с Римасом Алексеевичем. Он сказал, что в этом году Саша выдержал, провел весь сбор. Вернее, и в Литве, и в Италии. На хорошем уровне. И он ему стал, видите, доверять. Ну и студельник очень прибавил заметно по сравнению с прошлыми годами. Ну, вы же знаете, Саша, это наш капитан команды, у которого железные нервы, железная воля. Он и в сборной не потерялся. Нашей сборной Украины помогал в этом году, если Дмитрий ты помнишь. Вот такой, казалось бы, с ростом 192 сантиметра. А какой полезный игрок. Надежный, хорошо играющий в защите, не уступающий сопернику, ни сантиметра на площадке. Один словом, боец. Мне нравится у Сухельника уверенный проход. Если идет под кольцо, сколько бы соперников ни было, Александр, может быть, в пяти случаях четыре попадет сто процентов. Мне интересно, если решение скидки там на центрового смотрит в одну сторону. Хорошее периферическое зрение у него развито. Саша умеет на всех позициях, так сказать, сыграть. Ну, может быть, на позицию центрового не так у него все получится успешно, как на других. Но Байрамович легко, очень проникает он, да, в трехсекундную. Радулович, ну, видно, как не добрасывал Никола. Хотя никто не мешал. Но нам поспешить не будут. У них плюс шесть. Ох, ох, ох. Американцы. О, Артур Джонсон. Проход скидка, да. Такие комбинации угрошает баскетбол. Кеннон Байрамович изящно все сделал. Прекрасный проход у Кеннона. Уверенный. Но нужно не стесняться. Смело идти под кольцо. Там или фол, или два очка. Бутский и Раевский. Ну, Раевского не так-то просто пройти. Даже очень техничному игроку. Вот, пожалуйста. Дотерпел Александр. Вот, посмотрите, Дмитрий, что делает Байрамович. А вот вам ответ Джела Немакоя, Артур Джонсон. Я хотел тебе сказать еще раз о югославской школе. Смотри, Байрамович. Подобрал мяч. Видишь, нет партнеров. Сам повел через всю площадку. Дал передачу под самое кольцо. Ну, Аджела Немакоя уже сделал свое дело. Да. Пятое командное замечание у Азумаши. И два штрафных будет выполнять Арнес Козлаускас. В городе черкасской мапы на площадку Гриноза Андрей Лебельев. Нет, Чарльз Госса. На нем нарушили правила. Сейчас Римас Алексеевич заменил Радуловича. Он недоволен хорватским легионерам. Неудачно совершал нападение. Не пропустил в защите. Хотя данные у этого игрока отменные. 207 сантиметров. Длинные руки. В принципе, сложен. Действительно, как баскетболист. Ну, он действительно баскетболист серьезно ловил. Просто неудачно сюда сыграл эти минуты. Макой. Ну, бросать мне, конечно, не надо Джелани. Байрамович. Раевский. И снова, снова не получаются дальние брыски. Байрамович надо было саму завершать атаку. Козлаускас, да, не дал ему бросить Макой. А вот Бутский бросает и попадает. Снова плюс 9. Я не могу сказать, Дмитрий, что у Бутска очень стабильный бросок. Но вот видите. Три очка. На замену вышел Славин Римос, да. И посмотрите, как в защите действуют черкасские Мавка. Тяжело очень, я зову Машу. Кенан Байрамович. Ну, я думаю, это лишнее при минус 9. Это не нужно было делать, конечно. Байрамович, хоть и бросок хороший, но он не снайпер. А вот на подборе, да, Байрамович молодец. Раевский. Что, неужели опять? Это мяч выскочил из рук. Все он сделал правильно, сделал хороший проход. У него получается. Его оппонент не может удержать его. А он сильно уходит вправо. Джилани Макой нарушил правила. Это первое персональное замечание. И снова замена. Римос Гескес выпускает на площадку Лещукая и Элямина. В команде Черкасс вышел Станислав Балашов. Это тоже новобранец команды. Это известный мастер. Не один год он выступал в команде БК Киев. В киевском будивельнике. В этом году переехал в Черкасс. Анна Сказлаускас первый штрафной точно. Думаю, второй тоже достигнет. Цели нет. Римос, ну что же это такое. Он грамотно сыграл Славян. Показывает, что держал его игрок Черкасских МАФ. И с мячом Азалмаш. Элямина. Скандируют болельщики. Мариуполь вперед. Хорошо увидел Элямин Байрамович. И у него мяч выскакивает из кольца. 28-38. Плюс 10 у Черкасских МАФ. И Козлаускас на классе сыграл. Козлаускас на классе паузу выдержал. Защитник проскочил. И Арнас спокойно положил мяч в корзину. 28-40. Наверное, такого еще до не ожидал никто. Читалась эта передача с Кутиенко. Болосил поднял руки вверх. Сейчас вообще тренеры ставят такие задачи в защите, что лицевую пропускают, а здесь идет подстраховка. И вот попался Саша на эту защитную комбинацию Черкасс. Ох, Римас! Невероятно. С-под кольца смазал Римас. Как еще нужно бросать, чтобы мяч попал все-таки в кольцо? Здесь был неправильный заслон ставил. Арнас Козлаускас. Минута 30 до конца второй четверти. 28-40. Азовмаша уступает черкасским МАФом. Элямин, ну, наконец! Забил. И тут же Элямин вырос перед Буцким. И что, два с фолом? Очень медленно наши игроки возвращали в защиту. Вот уже дважды черкасские игроки наказывают наших ребят. Но нужно быстрее, особенно игрокам задней линии. Да, мяч засчитан. Да, ты должен страховать. Так же не может быть, что все пять человек остались у счета. Ты должен договариваться. Вы должны договариваться. С первым заброшенным мячом. Ты должен договариваться. Скутельник, Элямин. То, если один ушел в проход, то ты должен страховать. Да, 30-43. Элямин. Элямин.